Спонсор выпуска – компания «Ямагучи». Сила японского массажа и домашний фитнес. «Ямагучи» с заботой о каждом. «Ямагучи» Вот некоторые темы выпуска. Оценка ущерба от стихии. Алексей Копайгоровский посетил пострадавшие от урагана районы. Все ли последствия удалось ликвидировать? 60 пациентов за сутки. Количество зараженных коронавирусом в Сочи удвоилось. В чем причина и какие меры принимаются на курорте? Пьяным море по коленам. В Сочи два человека едва не утонули, решив искупаться во время шторма. О других происшествиях расскажем в сводке ЧП. Федеральные дорожники расчистили Тразу, Джугба, Сочи от селевой массы, сошедшей накануне в районе Туапсе. В ходе ликвидации последствий геопроцесса с проезжей части было убрано более полутора тысяч кубометров грязи и камней. Перерыв движения составил более пяти часов. Напомню, накануне в связи с обильными осадками на подъезде к Туапсе было зафиксировано начало формирования селя. Учитывая, что процесс развивался постепенно, в окончании часа пик в условиях непрекращающегося ливня было принято решение пропустить через участок в оба направления максимально возможное количество транспорта. После 20 часов селевые массы вышли на дорогу, перегородив стометровый участок. Для ликвидации последствий на месте было задействовано 7 единиц техники и 6 человек дорожных рабочих. Режим чрезвычайной ситуации введен в шести районах края из-за подтоплений. В Туапсинском районе и Горячем Ключе МЧС эвакуирует население в пункты временного размещения. В районе поселка Лермонтово из-за большого потока воды была перекрыта федеральная трасса, ведущая в Сочи. Под личный контроль ситуацию взял губернатор края. Круглосуточно работает оперативный штаб. А накануне Вениамин Кондратьев посетил Сочи. Он приехал, чтобы лично оценить ситуацию. По итогам обхода он провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где заявил, что эвакуационные пункты в Сочи будут находиться в режиме готовности, пока уровень воды в реках не нормализуется. Как только появились первые сообщения об ударах стихии, Вениамин Кондратьев выехал в Сочи, а позже побывал в самых пострадавших районах. Вместе с мэром города-курорта губернатор заходил чуть ли не на каждую улицу, которая оказалась под водой. Первостепенная задача – оказать помощь пострадавшим. Люди потеряли имущество. Мониторинговые группы обойдут каждое домовладение и оценят ущерб. В целом в Сочи пострадали около 30 жилых домов. Но местных жителей предупредили заранее, поэтому угрозы жизни людей не было. Я просто третий попрыгнуть в мостах. Увидел, я вот в кухоньку взглянул, и я понял, что в любом случае никто, никого, ни здесь, ни в целом, кто пострадал, один на один с бедой этой не оставит. Уже на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор поручил подготовить пункты временного размещения для жителей подтопленных районов. Власти на местах, а также экстренные службы края должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы избежать трагических последствий. Эвакуационные пункты тоже, коллеги, они должны быть. Вот кто-то считает, зачем, да никак, все равно люди не эвакуируются. Еще раз подчеркиваю, эвакуационные пункты должны быть, как минимум с трёхдневным запасом питания для всех, кто там будет размещен, если вдруг, еще раз подчеркиваю, чрезвычайная ситуация в крае будет продолжаться. Впоследствии от непогоды можно было минимизировать, если бы была своевременно проведена работа по расчистке русел рек от гравийной смеси. Тем более, что главы поселения хорошо знают слабые места. На совещании губернатор поинтересовался у местных властей, а также профильных ведомств, когда в последний раз была проведена расчистка. Процесс строго регламентирован. Сначала требуется получить разрешение от федеральных властей, а потом определить ответственного за эту работу. Губернатор поручил разработать план графика очистки опасных участков русел рек в Сочи. Особенно это касается Мзымта, Кепша и Хоста, где накануне ликвидировали последствия подтоплений. Как и сказал местный житель, он говорит, вот от поворота реки до места, когда она в море впадает, в этот затык-то расчистить, вот и все. У людей все просто, а у нас все сложно. Должна быть системная работа, но на результат. Вот не на то, что мы что-то делаем. А люди же не действует нас ждут, а конкретных, еще раз подчеркиваю, результатов, связанных с расчисткой тех промежутков или участков рек, которые и порождают проблемы для людей, в первую очередь, которые живут недалеко от этих участков рек. Вот системно должна быть работа. Еще раз говорю, коллеги, эти участки всем известны, всем понятны. Каждому главе муниципального образования он знает, где у него эти тонкие участки. Именно тонкие участки рек, которые в случае паводков представляют угрозу, еще раз подчеркиваю, для нормальной жизни. Такую работу должны провести и в тех муниципалитетах края, которые подвержены подтоплением. Например, в Туапсинском и Абшаронском районах, куда, кстати, по прогнозам синоптиков, сместится циклон из Сочи. Расслабляться не стоит и главам приморских городов. В Сочи, где бушевала стихия, сейчас спокойно и солнечно. Но в городе-курорте, как и в других районах края, за прогнозом синоптиков стоит проследить. После вчерашней непогоды море еще штормит и закрыто для отдыхающих. Однако сами пляжные территории уже расчищены от мусора. На 128 пляжах курорта уже можно загорать, не заходя в воду. На 70% завершены работы по ликвидации последствий урагана. В масштабах города благоустройство закончено на 80%. Наша съемочная группа проехала по самым поврежденным территориям и оценила ситуацию. Третья городская больница в Хосте вчера ощутила на себе удар стихии. Во время дождя река вышла из берегов и хлынула к больничному корпусу. Благо эвакуировать пациентов и медперсонал не пришлось, а спасательные городские службы сработали быстро и воду откачали в кратчайшие сроки. А на будущее врачи попросили городскую администрацию помочь усилить забор у реки. Потом дальше мы уже отдельно по гидросооружению проговорим по поводу вашего забора и поднятия уровня его уже там на сколько, на метр, на половину. И в протяжении сколько сейчас у вас забора? Ну, я это замедлен. Все договорились. Дополнительный сообщение. Хорошо. Сегодня мэр города Алексей Копайгородский посетил и эту больницу, и другие социально значимые объекты, а также санатории, где отдыхают туристы. Власти помогли учреждениям спецтехникой, чтобы оперативно вывести мусор и избавиться от воды. В ручном режиме бригады работают, техники достаточно. У нас в целом по городу 50 укомплектованных бригад с транспортными средствами, с техникой, которые быстро, оперативно от всего возят. И я благодарен жителям за понимание, что не позволяет заходить волонтерам, всем нашим служащим, которые наводят порядок. Санаторий Бургас в Кудепсте тоже оказался залит водой. Сегодня в нем отдыхают почти 800 туристов, которые нашествие стихии почти не почувствовали. Единственное, что вместо моря им пока предложили купаться в открытых бассейнах. Руководство было оповещено заранее об ухудшении погоды и на всякий случай приготовило генераторы электричества, чтобы избежать перепадов напряжения и внезапных отключений. А вот нашествие воды избежать не удалось. Нам была предоставлена техника, это и пожарные машины, и помпы для откачивания воды, потому что подвалы все затоплены водой. И сегодня у нас уже мы работаем в штатном режиме, потому что прекрасная погода, светит солнце, отдыхающие все у бассейна. А сегодня мне было особенно приятно, увидев, что отдыхающие даже помогают бревна, мусор, который вынес что-то на пляж убирать. Туристы, приехавшие на отдых в Сочи, отнеслись к природным капризам с пониманием, несмотря на то, что многие в этот день планировали походы в горы, посещение Олимпийского парка и морские прогулки. Экскурсии были отменены, сейчас люди были заранее извещены. Я вам хочу сказать, что на горячую линию Департамента курортов и в целом Министерства курортов от сочинцев не поступило ни одной жалобы в части отмененных экскурсий. Все с пониманием отнеслись к этой ситуации. И на сегодняшний момент, вы видите, курорт живет и работает в штатном режиме, санатория работают, функционируют. Мы сейчас находимся на территории наиболее пострадавшего санатория. Никакого негатива со стороны отдыхающих нет. Особое внимание уделялось не только приезжим, но и местным жителям, оказавшимся в зоне подтопления. В Адлере в нескольких местах вода перекрыла дороги и хлынула в дома. В самых пострадавших районах жителям предлагали помощь. На сегодняшний день в село Кепша вода сошла, дорога для проезда к домам жителей восстановлена. Весь грунт, который был нанесен водной стихией, весь убран. Сейчас продолжаются работы по наведению порядка у жителей подтопленных домов и на прилегающей территории. В целом эвакуация, о которой объявляли ранее, не понадобилась. Сейчас мониторинговые группы подсчитывают ущерб. Но уже понятно, что он не такой уж колоссальный, каким мог быть, если бы о стихии не знали заранее. В ближайшие дни ожидается благоприятная жаркая погода. А это значит, что в городе все становится на круги своя. Елена Емельянова, Александр Киреев. Время новостей. Ровно в два раза увеличилось число заболевших коронавирусом в Сочи за последние сутки. Напомню, накануне региональный оперштаб озвучил цифру 30 пациентов. Сегодня их 60. При этом общее количество зафиксированных случаев в целом по Краснодарскому краю сегодня меньше. 209 против 214 во вчерашней сводке. И вот какие муниципалитеты оказались самыми зараженными. В Сочи 60 заболевших, Краснодаре 28, в Кореновском районе 15, в Денском районе 13 положительных результатов COVID-19, в Анапе 12, в Армавире 11. В других муниципалитетах наименьшие показатели. За все время пандемии в Краснодарском крае выявили 53 112 случаев заражения опасной инфекцией. 45 713 человек были выписаны с выздоровлением. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 86 пациентов. 3550 жителей края спасти не удалось. И в Сочи продолжается вакцинация трудовых коллективов. Благодаря организованным выездным пунктам у людей есть возможность сделать прививку прямо на рабочем месте. Так, в Адлерском районе вакцину от COVID-19 спутник ВИП поставили 200 сотрудников одного из торговых центров. Вакцинация трудовых коллективов в Сочи не новинка. Вот так, без отрыва от производства, укол здоровья уже сделали на десятках предприятий. Сегодня к их числу добавился и крупный торговый центр в Адлере. Совместно с администрацией города и восьмой городской больницей была организована выездная группа для проведения вакцинации сотрудников, работающих на территории ТРЦ Мандари. Соответственно, заранее были подготовлены списки тех желающих сотрудников, которые хотят провакцинироваться, и были подданы. И согласно этим спискам, соответственно, выездная группа производит вакцинацию сотрудников. Среди желающих и бухгалтер торгового центра Татьяна Глоба. Ранее женщина уже перенесла COVID, болеть еще раз она не хочет. Конечно, это очень необходимая процедура в связи с тем, что здоровье каждого человека, оно очень значимо и для себя лично, и для общества в целом. Поэтому я решение приняла быстро насчет вакцинации, и вся моя семья привитая, и вот я прививаюсь тоже. Очень хорошо, что у нас это сделали прямо на производстве, что не надо ходить в поликлинику, а прямо на рабочем месте можно это сделать. Рад возможности привиться, не отходя от рабочего места, и официант Валерий Новиков. Во-первых, это безопасность моя личная, ну и во-вторых, это безопасность гостей, потому что я постоянно работаю с людьми, и есть такая необходимость, чтобы... Удобно то, что сделали вакцинацию здесь на месте работы? Да, в поликлинике огромная очередь, а нам приходится много работать, времени на это нету, а тут выделили время для того, чтобы именно нас вакцинировать. И человек, когда выздоровеет, дальше ему можно делать эту вакцинацию в полном объеме. К категорическим противопоказаниям практически ничего не относится. Но в инструкциях есть упоминание о том, что тяжелые аллергические реакции должны быть наблюдаемы врачом, и врачу обязательно нужно про это знать. Поэтому мы и в информированном согласии, и в анкете пациента, и в моем осмотре мы везде отмечаем. Там в первых двух случаях сам пациент, а здесь уже я. Были ли какие-то аллергические реакции, в какой форме? Для создания коллективного иммунитета сейчас стоит задача – закончить первый этап вакцинации до 15 июля и второй – до 15 августа, поскольку далее начнется прививочная кампания уже от сезонного гриппа. Процедура, в принципе, очень простая. Необходимо с собой иметь ряд документов. Это копию паспорта, в данном случае для более оперативной работы, чтобы не тратить время на копирование документов. При себе можно иметь копию паспорта, копию полюса, этот копию снился. Приходят в пункт вакцинации, оформляется согласие на проведение медицинских манипуляций, потом заполняется анкета пациента. В настоящий момент в Сочи действует 30 прививочных пунктов, в том числе три передвижных комплекса вакцинации. Вакцина поступает в достаточном количестве, согласно заявкам лечебно-профилактических учреждений. К другим темам. В полицию Лазаревского района с заявлением о краже пяти камер видеонаблюдения обратился арендатор одного из пляжей. Общая сумма ущерба составила 168 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 37-летний сочинец. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. О том, что еще произошло на курорте, расскажем далее. На пляже в Адлере спасли жизнь утопавшему. Мужчина, осмелевший после выпитого, полез в море, чтобы доказать, он сильнее стихии. Очень быстро у смельчака закончились силы, и он не мог доплыть до берега. На его счастье, на пляже в это время работали спасатели, один из которых бросился за утопающим в море. Преодолев огромные волны, он вытащил страдальца на берег. После спасения купальщика ждала беседа со спасателями и полицейскими. И также накануне, но уже в центральном районе, пришлось спасать женщину, решившую искупаться в самый разгар природной стихии. В итоге она едва не утонула. Свидетели рассказывают, что отдыхающая была в нетрезвом виде и не оценила опасности. На помощь выбивающейся из сил даме поспешили очевидцы. Совместными усилиями они вытащили пострадавшую. Женщину отвели на набережную, где ей оказали необходимую помощь. Массовое ДТП произошло по дороге в Сочи. В пробке, образовавшейся из-за схода селя, водитель Тойоты протаранил Хонду Сивик и Газель. По словам очевидцев, водитель внедорожника был в состоянии алкогольного опьянения и уснул за рулем. Впоследствии он долго не мог выйти из машины. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД устанавливают истинные причины ДТП. Это не все, о чем мы хотели рассказать. Смотрите во второй части программы. Плохая связь или много абонентов. В Сочи рассмотрели причины, по которым сотовые сети не выдерживают нагрузки. С горячим приветом из холодной Прибалтики. Юные журналисты из Латвии прибыли в Сочи. Что увидели и какие впечатления увезут с собой. В предвкушении легкого мандража. Актеры нового театра готовятся к премьере. На какую пьесу пал выбор и как скоро поставят спектакль. Далее вас ждет блок коммерческой информации, после чего мы продолжим. Не переключайтесь. Рекламное агентство Макс Медиа. Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство Макс Медиа. Живи с нами в одном ритме. На одном дыхании. В одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на Макс ФМ. На одной волне с Табрис. Свежий улов по супер цене. Устрицы из Японского моря. И мидии из Черного моря. В круглосуточном Табрисе. В ТРЦ Олимп. Вы сами создаете свой стильный домашний компактный фитнес-зал. Виброплатформа. Фитнес-ленты. Слэмбол. Гребной тренажер. Петли для функционального тренинга. Боксерский мешок. Велотренажер. Беговая дорожка. Массажное кресло. Фитнес-зал Ямагучи. Потребление мобильного интернет-трафика в этом году в Сочи выросло в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Увеличение нагрузки фиксируют все операторы сотовой связи. Кроме этого, все чаще пользователи жалуются на обрывы связи во время разговора. Неудобства при пользовании мобильной сетью связаны с последствиями увеличения количества абонентов в сети. За счет роста числа жителей курорта и турпотока. Существующие мощности работают в режиме максимальной нагрузки. Ведь все чаще абоненты совершают не просто звонки, а видеозвонки. Об СМС с появлением мессенджеров не вспоминают. Постоянно делятся фотографиями и видеороликами. Выкладывают контент в социальной сети. Пара кликов на дисплей телефона – это вызов такси, доставка заказов, покупка билетов и многие другие цифровые сервисы. Кроме этого, в онлайн-режиме мы получаем доступ к государственным услугам. Запись к врачу, подача заявлений в различные ведомства, дистанционное обучение и многое другое. Мы уже так привыкли к этому, что не замечаем, как часто пользуемся мобильным трафиком. А что касается качества связи, вот мнение сочинцев. Довольно часто пользуюсь, всегда стараюсь быть на связи, скажем так, выставлять фотографии, в истории, в ленту. Но не часто получается это сделать быстро, так как интернет это оттормаживает, честно говоря. Проблема со связью есть, потому что, ну, еще там, где ровно, ровное место, связь более-менее нормальная. Но стоит куда-нибудь в сторону отъехать. Ну, бывают такие моменты, что она раз и пропадает. Ну, как темная зона получается, как разрыв между башнями. Вот, и чтобы этого не было, желательно, чтобы как-то это все решить. Качественная связь – основа для нормального функционирования всех муниципальных систем. Это управление работой общественного транспорта, экстренных служб и комплекса городского видеонаблюдения, контроль систем ЖКХ. Городу нужны дополнительные мощности, которые обеспечат потребность в качественной связи. И это должна быть совместная работа города, мобильных операторов и инфраструктурных операторов. Все это, так сказать, требует от властей города действия для того, чтобы обеспечить как самих жителей Сочи, так и их гостей в Черноморской столице, куда ежегодно приезжают огромное количество людей, чтобы им было удобно, комфортно, чтобы они получали тот сервис, к которому они стремятся. А вот что о предстоящей работе сказала начальник городского управления информатизации и связи Нона Лавриенко. По поручению главы города Сочи управлением информатизации и связи проводится работа по определению зон с некачественным провалом в покрытии связи интернета. Это так называемые зоны белых пятен. На основе этих данных нами совместно с рядом экспертов разрабатывается программа по цифровому развитию города. Добавлю, что программа цифрового развития города позволит системно решать задачи построения качественной современной телекоммуникационной инфраструктуры. Так, по поручению Алексея Копайгородского в городе должен быть обеспечен устойчивый сигнал мобильной связи в тоннелях, на автотрассах, а также на всем протяжении железной дороги. В Сочи побывали наши юные коллеги из Академии детского телевидения в Латвии. Группа детей из Прибалтики посетила город-курорт, а с ним и образовательный центр «Сириус», где обучаются самые талантливые дети России. Одним из пунктов экскурсионной программы стало посещение медиахолдинга «Макс Медиагрупп», где юные репортеры познакомились с секретами своей будущей профессии. Тему продолжит Елена Емельянова. Здесь, значит, только режиссер находится, и команда это все делает, ну и, соответственно, студии ведущие. Вот здесь рождаются новости. Наша телекомпания не раз принимала в гостях сочинских школьников, но эти ребята приехали к нам из-за границы. У себя в Латвии они занимаются в детской телевизионной академии. И, конечно, им было интересно узнать все о том, как делают новости в Сочи, причем не только на телевидении, но и на радио. Радио – это очень уникальная вещь. И, конечно, мы гордимся нашей радиостанции «Макс ФМ». Она легендарная радиостанция. Восемь национальных премий. Восемь национальных премий. Очень талантливые ребята работают, молодые. И мы очень гордимся этим проектом. Вот Лидия у нас имеет четыре национальных премии ТЭФИ. Ну, вот ТЭФИ. Национальная премия ТЭФИ. Подержи. Юные любопытные журналисты посетили и образовательный центр «Сириус», куда российские ребята как раз съехались на музыкальный форум. Особый интерес у латышей вызвал космический павильон «Сириуса». Гости не упустили возможность поинтересоваться, как зарубежным соотечественникам попасть на учебу с ребятами из России. Ну, вы знаете, мы с вами в «Сириусе» встречаемся. Значит, вы в «Сириус» уже попали. Я очень этому рада и здорово, что у вас такой вопрос возникает. Мы вообще, конечно, абсолютно открыты для любого ребенка, который может выдержать наши испытания. То есть у нас нет никаких квот, никаких других вообще причин для зачисления, кроме испытаний, которые выдерживают ребята. Испытание ведется по нашим проверенным дисциплинам на русском языке. В этом плане барьеров нету, и вы, и другие русскоговорящие ребята могли бы к нам приехать. Ребята оказались в восторге и от самого города. Несмотря на непростые отношения России и Латвии на политической арене, прибалтийские туристы не скрывали позитивных эмоций. Они с интересом и удовольствием пообщались с сочинцами и своей поездкой остались довольны. Елена Емельянова, Павел Шорников. Время новостей. Новые детские пособия, информирование о положенных льготах, запрет на второе гражданство для чиновников и многие другие нововведения вступят в силу в ближайшие месяцы. О том, как они изменят жизнь россиян, в студии программы подробно рассказал арбитражный управляющий Павел Куксенко. И вот лишь фрагмент интервью. Важная и существенная тема, которая в этом году, в частности с 1 июля, коснется без исключения всех россиян, но в определенном статусе речь идет о беременных женщинах и семьях с неполным составом родителей. То есть, например, если один папа или одна мама только воспитывает ребенка. Речь идет о детях, которые в возрасте от 8 до 17 лет пребывают, это для одиноких. На портале госуслуг они с 1 июля смогут оформить новое пособие для себя. И для женщин, которые сегодня пребывают в интересном положении, являются беременными, значит, срок постановки на учет до 12 недель беременности с даты фиксации такого факта. То есть, когда врач констатирует, что женщина в положении, то у нее есть ровно 12 недель, чтобы встать на соответствующий учет и получать новое пособие. Полную версию интервью смотрите сразу после нашего выпуска. Также она доступна и на нашем сайте sochi24.tv. Опера Джузеппе Верди «Регалета» пройдет в полусценической версии в Парке науки и искусства «Сирис» четверг 8 июля. Партии главных героев исполнят ведущие солисты Мариинского театра, лауреаты международного вокального конкурса «Компетизионе дель опера» и участники концертных программ Зальдбургского фестиваля. Опера пройдет в сопровождении Сочинского симфонического оркестра. Художественный руководитель и дирижер Алексей Асланов. Начало концерта в «Сириусе» в 19.30. Ну а в новом театре Сочи пока лишь только готовится очередная премьера. Правда, увидеть ее можно будет только с началом следующего театрального сезона. На данном этапе работы актеры только вычитывают материал будущей комедии по Островскому. Наша съемочная группа впервые побывала не на генеральном прогоне, а на самом первом этапе подготовки пьесы и увидела, как зарождается новый спектакль. Непривычная картина. Актеры не на сцене, а за круглым столом со сценариями в руках. Новый театр Сочи начал подготовку комедии «Волки и овцы» по Островскому. В отличие от более знаменитой «Грозы», пьеса «Волки и овцы» не так часто мелькает на сценах страны. Но, по словам актеров, она актуальна настолько, словно написана про сегодняшнее время, хоть и датирована – 1875 годом. Перед тем, как я узнал, что будет у нас в театре постановка «Волки и овцы» по Островскому, я решил пьесу освежить в памяти, перечитал и еще раз убедился в том, что персонажи абсолютно злободневны, пьеса очень злободневная. И, учитывая даже то, что русский язык немного трансформировался, все равно зрителям будет абсолютно понятно, о чем речь. Это сложный материал, но очень интересный. И, знаете, тема, она будет актуальна всегда – это овцы, которые позволяют себя кушать, и волки, которые с удовольствием их едят. Это всегда будет. И я думаю, что это получится современно и достаточно смешно и актуально. Роль помещицы Мурзавецка исполняет заслуженный деятель искусств Светлана Зогров. Актриса признается, образ ей пока дается нелегко, но дополнится важными деталями он уже в процессе репетиций, когда актеры начнут расставлять акценты и оживлять своих персонажей на сцене. Ну, во-первых, она очень мощная. Это очень мощный образ, сильная, такая, знаете, решительная, решающая, и все вокруг нее крутится, она руководит всем. Это каких-то таких моментов во мне нет, я гораздо мягче человек. Этап вычетки произведения – один из самых сложных, и в процессе зарождения будущего спектакля театральный коллектив работает не только с текстом. Параллельно я работаю над эскизами сценографии, работаю с пошивочным цехом, мы обсуждаем, что мы можем в этом стиле артистам пошить. И буквально мы сейчас заканчиваем застольный период, и, скорее всего, уже будем чуть-чуть с текстом в руках, но на ногах. А вот самый любимый период подготовки у актеров начинается незадолго до премьеры. Они отмечают, примерно за неделю до Дня Икс даже у опытных театралов начинается легкий мандраж. Пока о дате премьерного спектакля не сообщается. По планам его можно будет посмотреть в новом сезоне этой осенью. Елена Емельянова, Александр Киреев, Время новостей. Телеканал «Сочи-24» приглашает любителей фильмов про кунг-фу к просмотру картины «Ученик-мастера». Зрелищный и динамичный боевик китайского производства о том, как одаренный юноша Янь проходит путь от своенравного ученика до признанного мастера восточных боевых искусств. На этом нелегком пути ему встретится множество испытаний, приключений и, конечно, настоящая любовь. Необыкновенно одаренного ребенка Яня все считают местным глуповатым парнем, но он не обращает на это внимания. Яня отправляется в затерянную в горах деревню мастеров кунг-фу, чтобы изучить это боевое искусство, но в первом же бою проигрывает девушке. Только нищий старик сочувствует парню и берется обучать его. Эти навыки пригодятся ему в борьбе со злодеями, чтобы вернуть доверие жителей деревни и завоевать сердце красавицы Юнь. Это фильм с логичным и понятным сюжетом, а также качественно поставленными боевыми сценами. Быть свидетелем становления мастера кунг-фу вы можете 7 июля в 21.00 на телеканале «Сочи-24». Приятного просмотра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте! С вами Дарья Забелина и только хорошие новости. В Сочи Михаил Галустян снимет полнометражный фильм «Папы». Он будет состоять из четырех новелл. Их будут снимать на курорте и в Москве. Каждая история рассказывает разные проблемы взаимоотношений между отцами и детьми. В картине в главной роли снимется Сергей Безруков, а также будет задействован Дмитрий Нагиев и многие другие популярные актеры. В настоящее время в Сочи снимают новеллу «Отпуск». 14 образовательных учреждений Кубани стали обладателями федерального гранта. Во всероссийском отборе участвовали более 170 образовательных организаций из 60 регионов страны. Победило 151 учреждение, а среди них 13 детских садов Кубани и Краевой центр диагностики и консультирования. Все они в 2022 году получат федеральную субсидию. Туристы сняли на видео медведя в горах Красной Поляны. Сейчас их особенно много и они даже подходят к лагерям туристов полакомиться чем-нибудь вкусным, рассказал автор видео. На кадрах можно увидеть, как медведь смотрит в камеру и осторожно отбегает назад. Хочется добавить, такие встречи могут быть опасны, поэтому, увидев диких животных, не стоит тратить время на съемку, а лучше уйти как можно дальше и быстрее. Легендарный герой российского рока Глеб Самойлов и его группа «Зе Матрикс» в сопровождении симфонического оркестра выступят в Зимнем театре Сочи. Концерт состоится 6 июля. 6 июля в Зимнем театре Сочи легендарный герой российского рока Глеб Самойлов в сопровождении симфонического оркестра выступит с лучшими хитами группы «Агата Кристи». Харизма Глеба Самойлова и его фирменный драйв, а также хиты легендарной «Агаты» в оркестровой аранжировке с элементами театрального действа создадут смесь, в которой будет место и страсти, и боли, и полету, и надрыву, и вспышкам света, и готической тьме. Грандиозное шоу Глеба Самойлова в Зимнем театре Сочи. Встречаемся 6 июля в 20 часов. Делитесь своими хорошими новостями в Инстаграм через хэштег «Только хорошие новости Сочи 24», и мы расскажем о них в нашем эфире. С вами была Дарья Забелина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!